Продолжаем тему стратегии снижения затрат. Следующее, о чем мы с вами поговорим, быстрое сокращение расходов. К вопросу о сокращении расходов есть два подхода. Первый подход, что мы не будем сокращать расходы, пока не убедимся, что это необходимо. То есть пока расходы у нас остаются, пока вот нам кто-то не докажет, что необходимо их убрать. Я предлагаю подходить к сокращению расходов быстро и уверенно. То есть мы берем и обосновываем необходимость расходов, а не их сокращение. То есть если у нас есть какой-то расход и мы сомневаемся убрать его или нет, взяли, убрали. Потом, если вдруг на самом деле оказывается, что он очень необходим, нам об этом доложат. И мы восстановим эту статью расходов. Но обосновываем именно необходимость расходов, а не их сокращение. То есть две позиции диаметрально противоположны. Первый вариант, что вы обосновываете сокращение расходов. Соответственно, то есть чтобы сократить расходы, надо приложить усилие. Другой вариант, наоборот, вы обосновываете необходимость расходов. То есть чтобы сохранить расходы, надо приложить усилие. Соответственно, сокращать расходы вы будете проще и безболезненнее. Причем даже если вы боитесь, что вдруг мы исключим что-то важное, не бойтесь. Потом вам обязательно, если это действительно так, вам будут постоянно ваши сотрудники напоминать или клиенты и можно всегда восстановить. Но в любой организации есть тенденция наращивать расходы, а надо наоборот, надо регулярно их сокращать. И есть еще одна вещь, что если вы планируете затраты с запасом, то есть у вас планируется какое-то мероприятие, например, или планируется какой-то проект, и вы планируете на него затраты с запасом, эти запасы всегда будут съедаться. Поэтому лучше их точно так же не планировать, по крайней мере не говорить сотрудникам, что в плане есть запас по затратам. Может быть у вас он и есть, конечно резервы необходимо иметь, но сотрудникам об этом не говорить, иначе они будут весь доступный запас благополучно расходовать. Следующая стратегия это бюджетирование. Обязательно составляйте бюджеты. Причем хорошо, если вы будете, то есть бюджеты это четкое количество денег, которые вы выделяете на то или иное направление. И вы говорите, вот у нас ровно столько денег, и все, и больше мы не выделяем. И как хотите, так и крутитесь. Удивитесь, но чуть-чуть сначала ваши сотрудники повозмущаются, а потом окажется, что в общем-то можно и при более скудном бюджете жить весьма таки даже неплохо. То есть никаких обсуждений, денег нет и все. И нечем тут обсуждать, доказывать, что надо, не надо. Возьмите и попробуйте. Прямо на следующий месяц, вот сейчас задание вам, опять же поставьте на паузу видео, посмотрите, найдите бюджет на следующий месяц, который вы составляли. И сделайте некоторые статьи, сократите на 20-30% меньше предыдущего. И пусть сотрудники уложатся. Если будут спрашивать, почему, как, отвечаете, просто денег нет и все тут. И для примера начните с офисных расходов. С расходов на констовары, на бумагу и прочее, прочее, прочее. Возьмите и сократите. И посмотрите. Удивитесь, окажется, что на самом деле можно их сократить весьма и весьма безболезненно. Следующая вещь, что касается бюджетирования, обязательно введите, что когда кто-то у вас просит ввести расход на какую-либо статью, выделяйте это только после личной консультации с вами и с вашего согласия. Почему это важно? Потому что все любят, все ваши сотрудники, я вас уверяю, любят тратить деньги фирмы анонимно. То есть, когда написана какая-то служебная записка от имени всего отдела, подписанная руководителем отдела, что вот они плохо бы нам сделать вот это. Но никто не хочет просить деньги лично у шефа. Если, конечно, это не критически необходимо. Поэтому введите в практику, что когда кто-то хочет предложить увеличить расходы, то есть запросить какие-то дополнительные деньги, он должен лично у вас это сделать. Причем обязательно с четким письменным обоснованием. То есть, мы вводим преграды для введения новых типов расходов. Окажется, что начнут просить меньше. Просто потому, что лень будет писать. Удивительно, но это действительно так. И чаще отказывайте. То есть, пришел к вам сотрудник с каким-то предложением, что давайте еще закупим вот это. Взяли, отказали. Пришел второй раз, отказали. Третий раз, ну все, третий раз пришел, значит, наверное, действительно необходимо. И тогда, когда вы начнете это внедрять в свою практику, когда вы постоянно будете практиковать такую политику жесткого отношения к расходам, что не просто вот вам предложили, а давайте-ка мы купим вот это. И все, и вы взяли и купили это. Нет. Ваши сотрудники знают, что вы просто так деньгами не бросаетесь. И они уже побоятся приходить к вам по всяким мелочам и предлагать всякую ерунду. То есть, делайте процесс расходов сложной процедурой, чтобы это надо было согласовывать. Чем она проще, тем больше будут ваши деньги улетать в трубу. Я думаю, что вам это не надо. Следующая вещь, это следующая стратегия, это отношение к мелочам. На самом деле мелочи мелочами не являются. Показывайте своим личным примером, что для вас важно сэкономить даже 100 рублей. Что когда есть какой-то вопрос и когда можно купить что-то за 1000 рублей, за 1100, вы всегда говорите, что нет, если это не рационально, давайте купим дешевле. Показывайте своим примером. То есть, ваши сотрудники, они видят вас, они у вас фактически учатся и вы для них пример для подражания. Если вы показываете, что вы легко бросаете деньги на ветер, они будут считать, что это совершенно нормально и будут разбазаривать также деньги фирмы. А если же вы показываете, что каждая статья расходов это зло, которое лучше избежать, в крайнем случае минимизировать, тогда это все меняет. Вы можете сказать, что я боюсь, что я покажусь каким-то мелочным, жадным. Нет. Смотрите. Жесткость плюс компетентность рождает уважение. Жесткость же плюс некомпетентность рождает презрение. Поэтому будьте жестки в отношении расходов, но, естественно, будьте компетентны. И тогда все будет хорошо. И следующая стратегия это то, что ваши сотрудники этого не одобрят. Они могут говорить иногда, даже если вы будете совсем жестки в отношении расходов, что мы не будем работать в таких условиях. Например, если вы решите перевести офис из центра ближе к окраине, чтобы сэкономить на расходах на аренду офиса. Они скажут, что нет, как-то нам придется дольше ездить. Оказывается, что прошло какое-то время, и ничего, и все нормально ездят, и никто уже больше не возмущается. У меня, например, и у многих моих клиентов практика показала, что по поводу всех этих переездов больше всего возмущаются москвичи, которые живут совсем рядом с офисом, которым ехать 20 минут, 30 минут. А те, кто приезжает из Подмосковья, кто едет по 2, 2,5, 3 часа иногда даже до работы, те ни капли не возмущаются и спокойно едут. Поэтому те, кто ценят работу, приспособятся, нет, нет. Можно их уволить за счет самых ценных сотрудников. Ну, а самым ценным сотрудникам, например, поднять зарплату. На самом деле, психология людей такова, что мы привыкаем к рутине. Вот у нас есть какой-то устоявшийся образ жизни, и ваши сотрудники считают его правильным, и изменение этого образа жизни кажется, что это приведет к катастрофе, что вот этого нельзя допустить, как это так офис переедет, как это так мы будем жить в меньшем офисе, как это так мы сократили расходы на вот это, как это мы теперь не у всех есть интернет и прочее, прочее. Но проходит время, и люди привыкают, им кажется, что это совершенно нормально, нет в этом ничего страшного, а вот деньги уже сэкономлены. Причем сэкономлены постоянно. Это постоянная прибыль, которую мы нашли дополнительно в нашем бизнесе. Хорошо, это основные стратегии, которых необходимо придерживаться в вашем бизнесе. Я прошу вас сейчас вот посмотреть на эти 8 стратегий и выбрать, какие из них выбрать, как минимум 3 вещи, которые вы начнете внедрять в вашем бизнесе прямо завтра. Вот возьмите или в понедельник и выделите, обведите кружочком в ваших распечатках 3 стратегии и напишите возле каждой стратегии один конкретный первый шаг, который вы сделаете прямо завтра. Повторюсь, поставьте на паузу это видео и выберите 3, напишите 3 конкретных первых шага, которые вы сделаете прямо завтра для снижения расходов с точки зрения стратегического видения в вашей компании. Хорошо, молодцы, отлично. Теперь переходим к тактикам, то есть как же конкретно это все реализовывать. Поговорим с вами сейчас о конкретных вещах, то есть как на практике внедрять различные фишки, тактики и рецепты снижения затрат. Поговорим об этом в следующем видео.